Мур, привет друг, это Зверько. На основной сервер вышел новый боец Теризла. Давай посмотрим, как им играть. Но секунду твоего внимания, неожиданный спонсор этого видео Клан Милф. Ребята передают всем привет и до встречи на поле боя. Итак, по базовым характеристикам скорость передвижения Теризлы ниже чем у других бойцов 255 единиц, в то время как у большинства других 260, а вот физическая атака больше среднего показателя 129. Кроме того, пассивка преобразовывает скорость атаки в физ атаку 1 к 1, то есть ускорить свою авто атаку мы не сможем. Еще одно свойство пассивки. Каждые 2% потерянных хп Теризлой конвертируется в уменьшение урона, но только на 1%. Копится до 40%, то есть при потере 80% хп у нас становится максимальная защита, но она не уменьшает чистый урон, только физический и магический. Первый навык. Теризла запускает волну, которая при попадании наносит урон всем подряд и проклинает первую цель. Цель замедляется на 40%, а Теризла ускоряет свой бег на 25% в течение 3 секунд, после чего метка проклятия взрывается и наносит урон с бонусом от потерянных хп цели. Этот навык используется или как добивание, или как собственное ускорение. Например, пробегая через лес, можно кинуть навык в моба и бежать по своим делам гораздо быстрее. Второй навык. Это три размашистых удара, где третий удар самый сильный. Направление ударов можно и нужно направлять, чтобы задеть как можно больше врагов. Кроме того, удары еще и замедляют немного, и это замедление стакается, но действует только полторы секунды. Ульта. Теризла бьет по земле, связывая цепями противников, нанося урон и замедляя их на 80%. Цепи подтягивают к центру врага, также нанося урон. Пешком выбраться из ульты сложно, зато прыжком легко. По сути это массовый навык контроля, или по цели, которая потратила свои эскейпы. Что же мы имеем? Низкую скорость, уменьшение входящего урона, которое максимально на 20% хп, и три навыка на замедление и урон. Чистый танк из него не выйдет, а вот брузер вполне себе. Доп способности. Тут или щит, или спринт. Можно вспышку для неожиданной атаки. Берем эмблемы бойца со вторым перком для отхила, или можно увеличить свой урон и взять третий перк. Для выживаемости можно взять эмблемы танка с первым перком. Тактика. Тут что-то сверхъестественное сложно придумать на медленного мужика со здоровым молотом. Выбираем боковые лайны и поддерживаем союзника замедлением и уроном. Догонялки это вообще не Теризлы. Можно попробовать сделать ганг из кустов, начиная с ульты. Или, как на примере Чу, зарядить третий удар и начать с него ганг. То есть, стоишь в кустах, используешь второй навык дважды, а выпрыгиваешь уже с третьим ударом, после чего цепляешь ультой или первым навыком. Но если цель не тормоз, и у нее есть эскейп, она по-быстрому сбежит, так что гангать надо с напарником. Удобно использовать спринт с первым навыком, потому что ускорения складываются. В принципе, файт удобно начинать с первого навыка. Цель замедлена, а ты ускорен. У ульты достаточно долгий замах, и очень скоро к нему противники привыкнут. Поэтому надо уже привыкать применять его по замедленным или оглушенным противникам. Эта ульта хорошо заходит как дополнительный массовый контроль. Также с помощью ульты можно перепрыгивать тонкие стены. И это тоже будет хороший старт ганга. Также учитывай, что при замахах второго навыка Теризла перемещается гораздо медленнее, чем при беге. Зато после каждого удара навыком можно наносить урон с руки, активируя пассивку бесконечной битвы или пояса. Раз уж пошла речь о сборке, вот моя. Кстати, для особо одаренных напоминаю, сборки ситуационные и зависят от того, что у вас. Лапки или клешни. Итак, волшебные сапоги. Теперь сможем фармить как поддержка в убийстве. Топор кровожадности. Исцеление от наших мощных навыков. Штормовой пояс. Если у нас нет танка или мало контроля, с помощью пояса сможем навешивать еще замедление и увеличить урон. Если танк в тиме есть, то берем бесконечную битву. Крылья королевы апокалипсиса. Дадут здоровье и кд. И очень будут выручать, когда ты будешь отбиваться при лоу хп с увеличенным исцелением и защитой. Есть слух, что крылья защищают и от чистого урона. Не верь, они все врут. Я проверял. Клинок отчаяния. И вот наши атаки становятся действительно болезненными. И последним мне нравится шлем небесного стража. За его пассивный отхил и запас хп. Но можно взять кирасу грубой силы, которая даст ускорение и защиту. Вот такие пироги. Попробуй, играй и напиши в комментариях, как тебе ты ризла. А если видео тебе понравилось, подпишись на канал, поделись видео с друзьями и поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!